Привет! Ну, наконец-то All In здесь, а это значит, что твоя, наша общая неделя, стала чуть-чуть ярче и интереснее. Меня зовут Даша Островская, я напоминаю, что за пять минут мы разбираем все, что произошло в игровой индустрии за последние сутки и в этом случае еще и выходные. Начинаем прямо сейчас, поехали! Признайся, когда анонсировали Half-Life Alyx, ты тоже подумал, что в нее будут играть три с половиной человека. Удивительно, но владельцев виртуальных шлемов с новинкой оказалось куда больше. Пиковый онлайн на старте составил почти 43 тысячи человек, а это на минуточку, чуть меньше половины показателя Doom Eternal. Alyx получила среднюю оценку в 92 балла на Metacritic, что совсем немного меньше, чем у второй части. В первую очередь хвалят разнообразный геймплей. Игроки могут ловить крыс, брать в заложники гнома, собирать туалетную бумагу, показывать неприличные жесты солдатам, рисовать занятные изображения на стекле, пытаться научить пойманную крысу курить и собирать еще больше туалетной бумаги. Неудивительно, что даже строгие критики в восторге и ставят игре девятки и десятки. Но самый большой сюрприз поджидал игроков после титров. Обойдусь без спойлеров, но если кратко. Разработчики не врали, когда говорили, что игра не какой-то там спин-офф, а полноценный представитель вселенной Half-Life. Может показаться, что концовка Аликс переписала финал второго эпизода, но на деле она лишь дополнила его, разъяснив непонятные ранее моменты. И стала связующим звеном между вторым эпизодом и следующей игрой серии. Которой, как все уверены, вполне может стать Half-Life 3. Ну, уверенность это дело хорошее, а что говорят сами разработчики. Дизайнер Дарио Казали заявил, что определять, какой станет следующая игра, будут сами фанаты. Мол, будем смотреть, что и как. Вдруг виртуальная реальность никому не понравится. Иными словами, чем успешнее Аликс, тем больше шансов, что новый Half-Life тоже разработают для VR-шлемов. И игроки только что обеспечили для этого все условия. При этом раньше студия несколько раз пыталась создать продолжение Half-Life, но так и не нащупала какой-то захватывающей идеи. А делать обычный сюжетный шутер не захотели, и в итоге забросили серию на 13 лет. Зато работать над VR-шутером всем понравилось, и дизайнер Valve Робин Уокер думает, что студия продолжит делать подобные игры в будущем. В общем, уважаемые владельцы обычных мониторов, такое ощущение, что праздник выхода новой Half-ы опять пройдет не на нашей улице. Ну что же, начнем прицениваться к новым VR-устройствам. Тем более, что Valve анонсировала шлем нового поколения. В его создании участвовала Microsoft, а производством займется компания HP. Информации пока мало, нет ни качественных фотографий, ни точных характеристик, но обещают, что устройство станет стандартом будущего для виртуальной реальности. Так что будем следить за готовящейся амбициозной новинкой и надеяться, что она оправдает все ожидания. Плохие новости для тех, кто ждет новую часть серии Left 4 Dead? Упомянутый ранее дизайнер Робин Уокер опроверг слухи о том, что Valve делает продолжение игры. Оказалось, что во время разработки движка Source 2 студии действительно проводили тесты, создавая для них контент из разных франшиз-компаний. В том числе сделали пару локаций для Left 4 Dead. Часть материалов утекла в сети и породила слухи о разработке игры, но по факту оживлять серию никто не планирует. Ну и раз уж сегодня весь наш выпуск посвящен Valve, закончим его новостью об одной из успешнейших игр студии. Counter-Strike GO поставила новый рекорд. В феврале ее ежемесячная активная аудитория увеличилась до 24 миллионов человек. Но аналитики считают, что итоги за март будут не такими радужными. Королевская битва Call of Duty Warzone и шутер Valorant от Riot Games, вероятно, сумеют переманить часть игроков. Из новостей на сегодня все, но пока мы отдыхали, наши коллеги трудились как пчелки и наготовили кучу вкусного. На сайте появился обзор Ori and the Will of the Wisps, свежий выпуск с косплеем и тест лучшего игрового ноутбука прошлого года. И еще один железный материал появился на нашем канале. Там мы тестируем крутое водяное охлаждение для видеокарты. В общем, теперь точно все, ты точно знаешь, что делать дальше. Комментарий, я соскучилась все-таки, колокольчик, подписка и... Владей собой среди толпы смятенной, не бойся быть не таким, как все. Кстати, это из Киплинга, почитай все стихотворение, оно вот такое вот. Ну, а мы увидимся уже завтра. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok